Эксперт оценил отмену судом в Швейцарии ареста активов «Газпрома». Решение суда в Швейцарии отменить арест акции «Газпрома» в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG «Хороший прецедент», рассказал в беседе с известиями руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник. Швейцарский суд Кантона Цук 16 января принял решение полностью отменить свое постановление, вынесенное 29 мая 2018 года, о наложении в Швейцарии обеспечительных мер на акции «Газпрома» в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG и на право требования «Газпрома» к этим компаниям. Об аресте активов российской компании в рамках принудительного взыскания по арбитражным разбирательствам с «Нафтогазом» Украины сообщалось 31 мая «Идут по трубам». Почему Киев не может спасти газотранспортную систему Украина хотела получить за нее 300 миллиардов долларов теперь не может продать и за 7 любое решение судов в пользу российского концерна благотворно. При этом в деле «Нафтогаза» и «Газпрома» не первый раз с исками возникают такие качели, когда сначала идет обеспечение, потом отмена. Это показывает, что нет объективной юридической базы для таких ограничительных мер и зачастую суды сами свои решения проваливают. По логике, надо дождаться решения по апелляции на 2,6 миллиарда долларов, которые опротестовал «Газпром», рассказал эксперт. Накануне, 17 января, глава «Нафтогаза» Андрей Кобелев объявил, что концерн добился ареста зарубежных активов «Газпрома» на сумму, превышающую присужденные стокгольмским арбитражем 2,56 миллиарда долларов. По мнению Пасечника, такая демонстративная активность «Нафтогаза» обусловлена приближающимися переговорами по новому газовому контракту. Трехсторонняя министерская встреча по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией состоится 21 января. В преддверии переговорной встречи нужно заявлять позиции. Идет такая информационная война. Сейчас мы видим имиджевые решения и бонусы на стороне «Газпрома», учитывая решения суда в ЦУГе, подчеркнул руководитель аналитического управления. В «Газпроме» сообщили, что продолжат защищать свои права в соответствии с применимым законодательством, пишет РИА Новости. Стокгольмский арбитраж в феврале 2018 года обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,7 миллиарда долларов. При этом украинскую компанию обязали выплатить России более 2 миллиарда долларов. Таким образом «Газпром» остался должен 2,56 миллиарда долларов при условии, что изначально «Нафтогаз» требовал 17 миллиардов долларов. В марте «Газпром» обжаловал решение суда и заявил о расторжении контрактов с «Нафтогазом». Продолжение следует...